Сегодня воскресенье 23 августа 2015 года, утром богослужение было, потом занятия прошли, и вот сейчас приходит Сергей Павлович и говорит, а мы с братом Игорем Глушковым ходили туда, где мы копаемся, и у него какие-то советы, я говорю, а что же без меня-то? И вот он ему позвонил, брат, соединились, и он приходит, ну и как всегда, только приходит и немедленно свое дело делает, почему? Домой сепарировать, вот сепаратистка, я говорю, уже одна, две коровы осталось, и все сепарирует сутками, выбросит с головы, а жене, ты привык к этому, как курива вот у человека, закурить надо, сепарирует ты не можешь уже сегодня, уже полдня прошло, ты говорил, утром, если не присепарирует, там пропадает, значит, совет конкретный, давай, он мне так нужен, по дороге и по дамбе. Ну, Сергей меня подвел, показал, все, что там, Сергей подвел, показал, рассказал, то есть показал картину, все это, мы стали с ним, прям к подвалу, то пошли, к панели, да, стали с ним рассуждать, вот, я ему стал рассказывать, вообще, то, что как у нас вода идет верхом, какая ситуация, что мы с этой дорогой делали, сколько мы туда мусору вбухали, то есть мусор строительный, кипячей, шифер, я сам возил все это, и каждый год оно землей затягивало и затягивало, я ему рассказал, что у меня видится из этого, вот, ну, в конечном счете, опять мы, когда уже поговорили, ему рассказал, и вернулись в начальную точку, какая стоит задача, вот, какая стоит задача у вас, если сделать из нее пруд, значит, надо ту сторону дамбы поднимать, поднимать, вот, если поднимать, значит, насколько поднимать, вода в какой точке будет, и, ну, мое личное мнение такое, что вот то, что трубы там есть сейчас, их надо оттуда вытаскивать, то есть вытаскивать, засыпать, делать новую площадку и заново эти трубы поднимать выше, потому что их каждый год, когда земля и вода идет, она идет с землей с полей, и она опять ее будет затягивать, и вот то, что вот вы там углубляетесь рядышком, там все чернозем и чернозем, это та земля, которую намыла вода с полей, то есть она опять будет затягивать, и потом, когда все это порассуждали, я вспомнил, что у меня из моих клиентов есть знакомая, которой я постоянно возил молочку, там мясо ей, она работала секретарем в институте, который занимается мелиорацией по Алтайскому краю, а раз они занимаются мелиорацией, то есть поливом, то они занимаются и созданием водоемов прудами, я позвонил ей, рассказал проблему, она говорит, мы этим занимаемся, я спросил, к кому обратиться, она говорит, туда-то, туда-то обратитесь, но у нее какой-то знакомый, который там работал, а сейчас ушел, создал свою частную фирму, вот, она мне дала номер телефона, фамилия, имя, отчество, и я вот вам принес, чтобы вы с ним связались, рассказали, и он как специалист это все, по крайней мере, обрисует, как это должно быть, как это вот может выглядеть, и как это, чтобы все это работало, чтобы деньги были не зря потрачены на работу, какой объем работы, что делать? Это все? Да. Ну, по порядку. То, что земля, которая там, ее наносила туда, примерно, 60 лет, 60 лет, а не один год. А дальше раз ни разу не чистили, поэтому упала туда-то, палка одну занесла, вторая задержала, а дальше уже она не идет. В чистой трубе там ничего не будет оставаться, каждый год там, может быть, что-то где-то засыпило, смотреть надо, мы впереди хотим поставить из палок, чтобы главное задержало, ну, большие палки там задерживало впереди, положим там, как бревешки какие-то. Значит, вытаскивать трубы эти, я думал, этот вариант мы прорабатывали, ничего их не вытащишь, вытаскивать их нечем, во-первых, а дальше вытягивать из земли, это надо обкапывать полностью, и полностью внизу они где-то засосало их, там где-то их не выдернуть, они переломятся. Один из них уже сверху сломанный. Когда это в прошлый раз, лет 20 назад мы делали, он залез в бульдозерис, и на ней стал разворачиваться и проломил ее сверху одно кольцо. Их не вытащить. То есть разворотить и ничего не будет. А это сообщающиеся сосуды. Так что первый вариант совершенно неправильное объяснение дается. Оно выйдет. Дело в том, что мы не знаем, хватит ли, ну тогда хватало, этой трубы, чтобы весь паводок скусить. Поэтому мы сделаем запасной из этих труб, какие у меня есть, из этих колец. Но выше там, где главное грязь. Мы их закопаем хотя бы наполовину, и сделаем повыше немного. Когда поднимется вода, значит, тогда она пойдет там. Если бульдозер-то будет, мы попытаемся сделать кювет с одной и с другой стороны, где это можно будет. А нет, значит, ничего и нет, вода все равно сама течет. Там немного, только сверху из деревни течет. К трубе с этой стороны, а с той стороны там тоже недалеко. Мы, главное, нам надо выровнять вот это вот. А вот выровнять, вот тут вопрос. Везде нужна трамбовка. Трамбовки нет. Мы даже не знаем, где такую машину доставать. Бульдозер может сделать. Советую взять экскаватор. Экскаватор должна быть глина. Где глину взять еще мы не знаем. Пробовали где селосная куча, а здесь перекрыто, мы не могли проехать. Это сахар возить из Барнаула. Значит, нужно копать где-то яму, и где-то чистая глина, и чтобы было, работало минимум два КАМАЗа. Ты представляешь, во что это обходится где-то? Государство нам не поможет, и даже разговаривать нам не будут. Они со своими дорогами, с федеральной трассы, не знаю, что делать. Провалы за провалами. И над ними они строят такие мосты, такая высота, такая техника. Я проехал от Владивостока до самых границ, до Лиссабона. И везде это делается. А вот как у нас здесь, это примерно как тайга. Но они-то делают над этим мосты, а у нас какая-то труба, которая засосала уже здесь. Поэтому мы вставим на метр, который я упал и перекупил. Другого варианта пока нету, просто нет. А уровень моста здесь, который у нас идет, плотина, и та, это выше, чем та. Тут надо поднимать. Где-то там сделать стоки, мы никак не решим. Вот сделать с этой стороны, вот если от батюшки заходить, и кончается плотина, и развернуть ее, где у вас вода течет. Вот так. Так, и здесь в это время сделать сток. Потому что там она заниженная. Дамба, ее надо поднимать. А поднимать только тот бугор, как копать. Это, не знаю, сначала перед ним яму засыпать надо. И мы подумали, где меньше будет. От храма, от Игорева склада, верхний слой срезать. И дальше начинать глиной забивать, от которой мы от рожи, где деревья у нас свалены. Мы повернем дамбу, вот так вот, завернем. Меня уже даже там не беспокоит, там проще. И тогда на ней, где он будет ездить давить. Здесь мы сделаем сток. Один корыто огромное, и второе на том конце. Два корыта сделаем. Запасное. Где регулировать воду можно будет. Говорят, если мы там поднимем, а здесь вода, где мы откопаем, уходить будет. Она через эту трубу уйдет. Да нет, до того мы, может, даже и не поднимем до уровня. А там можно сделать щит, там всего метра. Она сужается, труба. Может быть, ну метр сорок. Из досок поставил, и все, там чуть-чуть просачивается будет. Это мы уже все обдумали. И мелиорация, это совершенно не то, что мы о чем говорим. Ничего они совет не дадут. Это конкретно может дать простой тракторист, который где-то работал. Они нам пророщат. Ты знаешь, на том пруду, который называется лагерным, ты помогал тогда. Тракторенок уже у тебя был. Ты подвозил бетон. Это Игорев тракторенок был. Да? Я шофер был. А, еще Игорев был, да? Да, это Игорев. Ну, может, я ошибся тут. Дело в том, что приехала экология. Они тогда на нас взъелися как. Это все снесет половодие. 20 лет не снесло. И они скрылись, никого нигде нету. Я знаю, когда начинаешь делать, и дело важное, обязательно препятствие. Если препятствие, это означает дело отдельное, оно будет стоять. Если препятствия нет, оно Богу не угодно. А у нас препятствия свои тут восстают. Да зачем, да кому? Ты проехай по этой трассе. И первый, кто сказал, не надо, Игорь сказал. А мы ездим через кладбище. Ну, езжай туда через кладбище. Зачем ты сюда едешь? Мы работаем, он над нами гоняет комбайн. У него с Хедером там нигде не пройдет. Такая ширина нужна быть. Где он пройдет? Аеха Асена, Сенокос-то рядом у него здесь. Сейчас уже ничего не говорит. Готов помочь. Нам нужно стенки поднять. Будем делать как в начале. Нам нужно одно, хотя бы приблизительный расчет трамбовки. У меня трамбовка больше всего заботит. И найти где-то вблизи был бы шлак. И чтобы можно было грузить. И тогда бы мы сантиметров сорок насыпали шлака, который пропускает воду. Вместо на песок. На песок сверху бы шлак насыпали. А потом гравий. Ну, не гравий, а щебенку. Крупную, а потом помельче. Мы знаем, как делать. Но мы не знаем лично теперь возможность этой трубы. Ну и раз. И дальше. Насколько сильно мы успеем отрамбовать там и здесь. А если это удастся. Если удастся, значит, мы тогда сразу же вот этот пруд-то его надо поднимать тоже там. Вот так вот. Одна сторона осталась только у него. Вот-вот она и хлынет вода. И тогда перейти даже на этот. А то уже на месяц надо нанимать. Каждый час 1500 рублей. А эта женщина, тем более секретарь. Ну, что знает. Вот этот нашел. Сейчас на фирму бесплатно он не будет разговаривать. Ему дай деньги. И, как правило, такие люди лохов ищут. Вот то-то туда. Вложите туда. Мы выйдем на документы. Так не хватает. Еще вышлите. И на ААЯ посылают. Ни адреса, ничего нету. И у тебя там ни адреса нет, ничего. Нет. Завтра к нам приезжают люди, о которых мы молимся. И мы посоветуемся. Советы я могу им давать. Я работал на этих работах. Когда молодой был. Дороги восстанавливали. Но здесь другая ситуация совершенно. Два пруда каскадом идут один за другим. Рядом идет большой паводок. И всего раз в году. И мы не знаем. Я не знаю просто возможности этой трубы. Справится ли она со всем паводком. А что она ушла вниз, главное прокопать. Она будет бить фонтаном отсюда. Сообщающиеся сосуды. Когда она попрет, она попрет в этот полтора метра. А дальше она ее выдавит, как попадешь туда. Турбину можно ставить будет. Электростанция будет работать. Нам нужен сейчас совет дельный. Не о деньгах речь веду. Не о работе. Зимой вы можете помочь убрать эти ветлины? Мне вот что больше интересует еще. Примерно уже я начинал 20, которые склонились убрать полностью их. И тополя, которые рядом стоят, их убрать. Около дороги. С той, с другой стороны. А то Игорь еще сказал. Потому что там не просыхает, там не продувает и солнца не бывает. Как оно будет? Дождь прошел, везде сухо, а там вода стояла и стоит. Мы эту воду выдавим. Вот там видел, когда шли направо, просит, на Игоря-то прорубили. Оттуда верхний слой он будет снимать сюда вниз давить, потому что там яма. Когда он ее завалит, мы сразу начнем глину гнать сюда и дальше. Но сумеет ли он гнать на тот конец? А КАМАЗ нужен, меня спрашивают. Нужен, но к нему нужен экскаватор. К экскаватору нужно найти, где землю. Тут сразу поднимается вопрос. А экскаватор подчеркнул, ждать, когда он придет, нужно два КАМАЗа, чтобы возили. Тогда у нас дело пошло бы. Но это уже крутится сотни тысяч. Понимаешь, если песку уже на 20 машин только думаем поднять, до щебенки туда, ты понимаешь, куда заворачивается-то? А ориентировочные подсчеты уже по 200 тысяч. Ну, а кашу заварил, а, говорит, начало строить, а не было, не стало тебе сил, не будут ли смеяться над тобою. Меня сейчас даже не это интересует. Будете ли вы зимой работать? Или будете всю зиму на боку сепарировать? Вот в этом маленьком озерке, вот около батюшки, вот такие вот стояли ветлы, 17 ветел. Первый год. И я делал крадущие ночами и все убрал. А батюшка, зачем это? Да кому оно нужно? А потом рядом колодец, и теперь из него поливали и купались, там больше двух метров. А кто приедет в гости, я их выведу, рассказываю. Батюшка, у нас нет, когда я тогда выхожу и начинаем пилить. Нет, никакой пилы другой не было. И мы их все убрали. А дальше на чурки их пилили. И убрали все. Теперь тот пруд, который сейчас мы делаем, он внутри был весь дороже. Мы убрали, если я не ошибаюсь, где-то 47, кажется, ветел было. Мы убрали, даже у меня впервые сердце схватило. Я работал непрерывно. Мы с Сашей Мухой работали. Он за ним мог. Крепкий молодой спортивный парень. Я взял другого. Это мы сделали, кажется, за полтора дня. Но их надо раскричевать и убрать. И был год, когда было сухо, вот наняли бульдозер, и он это все выгреб. А там кавыш высший рост-то был. И на ту сторону эти, куда вы затаскиваете сейчас листья-то все, сучки-то. Он отсюда вышел. И там видно, где он как шел. Большое дерево, значит, мимо валик. Это он прошел здесь. Сейчас не так дело обстоит. Туда не сунешься. Деревья эти сухие, они падали туда. Зимой, когда застынет, их надо выбрать. А остальное ныряй да вынимай. Врагам на утешение. А мы это сделаем. Мы уже договорились, с кому в воду лезьте. И как вытягивать. А сверху тракторенком и длинным тросом там или проволокой. Вот это. Решитесь на это. Ну, надо на берегу там разгрести. Где вам ходить трактором, когда застынет-то все. Вы сделаете, что не в моих силах. Вытащить все ветлы. Спилить и вытащить. Освободить дерево. Это пруд. Они падают туда. Просто падают, заваливают. И там ничего не остается уже. А сучки разносят по всему. И мы уже весной запустим рыбу. Если Бог благословит. Вот мне нужен совет. Вот завтра, если приедет специалист. Как утрамбовать дамбу. Вот эту. Чтобы вода не просочилась. А вот такие вот норы, эти бобры. Истощили везде. Я весь шипер-то не зря собираю. Мы шипером всю плотину уложим. А мы сейчас там работаем по тому краю. По праву. Напротив храма где-то. И вот такие норы, норы, норы. Он истощил все, бобер. И деревья, вот такие деревья. В руку толще. Все поваленные. Он как долотом резало. Нам жалко его. Но видим, что рязко движения нет. И он ушел. Сейчас его нету. Я мечусь. Шифер битый покупаю уже. Но у нас есть уже что-то. Уже в самый низ. Мы прошли. Ниже этого нельзя. А дальше легче. Шиферина на шиферину. Один бульдозер будет работать здесь ни день, ни два. Он работает за час полторы тысячи. В день я должен 15. Десять дней 150. Ну? Ты понимаешь, что это такое? Куда заворачивается-то? А государство? Государству мы не нужны. Они свои трассы делают. Да, можно было бы поставить, колотить. Но не делали мы этого. И они не будут это делать. Да кому она потерявка нужна? Скажут, три коллеги живут. Баптисты или Попы, как они нас зовут. Будут они средства отпускать. Они план на нашу деревню не могли сделать. Отпустили деньги. А перенести надо было через два квартала. Половина пересчислили, половина исчезли. Краевая администрация Алтайского края. И сколько я не ходил. Ну найдите где эти деньги. Они переведенные. Улыбаются. Нету денег. А Васильева скоро условно досрочно выйдет. Подумаешь, там 52 миллиона грабанули. Рубль-то сегодня в чане смеются над ним. Уже 76, кажется, рублей на евро. 68 на доллар. Если еще за границей покупать будешь, тебя в два раза уже подняли цены. А нам не покупай. На своем живи. Тебе не надо. Меня евро не касается. Я пошел, яблоко сорвал. Редьки мать твоя дала. Морковка у себя выросла. Понял? За совет благодарю. По бортам еще посоветовал. Так, по чем? Вот я спросил, как борта сделать. Да, вот это вопрос. Вот он тоже дал совет. Вы слушайте. Так что, когда мы здесь насыпать-то будем, мы же сюда поднимать будем. Чтобы там, где трубы сейчас идут, тоннель, чтобы туда земля-то не свалилась. Ее надо задержать. Ну, вообще-то, дорогу я сейчас езжу. Там, возле Барнаула, дорогу делают. Там большое участок, километров 10-12. Там кладут новые трубы, и они просто длиннее делают их. Я предложил Сереге, может быть, кольцами доложить? Нету кольц таких. И вообще нету. Нету. Даже вот эти Павловы кольца нету. Машина опрокидывается, а трактор на дыбы встает. Нет, есть такие машины. Сам гружу, сам везу. Он со стрелой крановой. Он себя грузит, подъедет, и он может положить. Ну, ты сам понимаешь, это спецзаказ. Спецзаказ. Прочные трубы, которые здесь кладутся. Что это стоит? Я даже переходник у себя, Павел, делал, а то 1200 отдал. За переходник. У меня полтора метра внизу колодец-то, водосборник-то, а выше идет на метр. Ну, чтобы это-то не провалилось туда, я сделал, он сделал у меня. Это Павел делал, я у него купил, 10 тысяч отдал. Ну, понимаете, от вас помощи-то никакой нету. Я знаю как, тут можно сделать на свае, и просто поверху проехал и уехал, прям через наше озеро. А они могут это сделать? Но речь-то идет уже о шестизначной цифре, с семеркой впереди. Нет. Вот он предложил, что вот эти два кольца, которые, четыре кольца у нас, туда два кольца положить, и туда, чтобы шире. Это уже уменьшили, уже полтора метра нету. Мы заглушили. Это только запасной вариант. Там полтора метра, а у нас метр. И чего бы ради я делал? Не, кольца сильные, туда вбухиваются. И ради чего? А чего не будет? Это все фантазия. Фантазия от незнания дела. То, что мы еще ничего не делаем, ни о чем не говорит. Мы валим лес. Мы убираем. Не, мы просто растуждаем, как варианты. Мы знаем как, теперь уже знаем. Закапываем эти борта, а теперь нужно нам у Костина найти. Укосины. И так, чтобы они ни под каким давлением в землю не ушли. Они должны упираться в железную укосину, в какие-то подошвы там. Как вот шпалы, которые под шпалами лежат железяки. В корне деревья. Да. Вот это надо закрепить. Какие-то трубы особые. Вот он рассказывал, говорит, что там, швеллера вкапывали, где? И все равно, говорит, осыпается все. Это вкорчено. Но там они, видишь, они без упора. Они просто глубоко вкорчено. Там тоже узкий проем. Они туда рельсы вкопали, положили плиты. Но они между собой не соединены, потому что там никак не соединишь. Они вкопаны. И там потихонечку размывают. И все равно это все потом они достают. Опять засыпают. Это все это. Вот именно... Там выше, да. Там рельсы они вкопали глубокие. Там плиты положили, борта. Но они все равно осыпаются. Ну вот об этом и речь идет. Вот вкорчено если ехать, там проезжаешь на ферму, как дорога на ферму. Там узкий промежуток такой. И там капитально сделано. Но они вот осыпаются. Но у них высота там метра 3-4. Высота вот именно дорога. Вот этого борта. Да, там глубокий. Ну у нас сантиметров 45 примерно. Это же большая разница. Большая. И это нам укрепить надо. Перед этим поставить что-то. Может рельсы какие-то найти. Может пасынок. Пасынки может быть. Вот думаем об этом. А пасынок чем-то упереть. Намертво. Ну да. Ну а пасынки трехметровые. Пасынки трехметровые? Да. Ну да. Заводские нормальные пасынки, они трехметровые. Но они рассчитаны-то не на то, что мы им пользуемся. Куда давим. Почему? Они вот именно на это рассчитаны. Он же держит, бревно держит, привязанно. Он держит на одном месте. А это же давление. Давление машиной идет какая. И она это давление посохраняет, дальше согнет и раздавит. Надо думать. И вот просто думать, и что-то может найдется. Назначение пасынка какое? Столб стоит на месте, больше ничего нет. Ну вот я, у меня была мысль, вот эти деревья, их все равно спиливать. Они гниют. Деревья сгниют. Да, гниют. Ну сколько, пока они сгниют. Там все уже, вот Шерстобитов говорит, пока они сгниют, туда посадить уже какой-то клён. Но есть еще какая-то на Т дерево. И они за счет корней вот это все цементируется, вся эта земля. Так это прям уже уменьшает дорогу. Он никак игр не может. Он даже нам столбики поставить, что здесь опасно, не дал. Потому что когда идет, у него у техники этот хидер какой-то какой-то. Сжатка уже. И она высоко не подходит. И никак не подходит. Поэтому вот и расширять, то есть туда кольцо и туда кольцо. Но расширять-то нечем, и никто не будет. Нечем. А если купить эти кольца? Привезти с Мамонтова, там где... Вот они привезли, вот они разгрузили, лежат расколотые. Нет, грузить этим, но у него там... Это надо грузить. Это надо приехать к крану. Нет, не кран. Есть такие машины, он сам себя грузит, везет и сам выгружает у него кран. У него это какой-то такой. Вон привез этому... Привез кто он? Есть такие машины. Машина называется. Он ему щебен, этот кирпич привез, цемент. Он ему сам сгрузил себя краном. Может быть. И все. И такие кольца, но чуть потоньше делают в этом. Разбери, где такие кольца? В Мамонтово делают. Чтобы толщина была, толщина стенок не меньше 20 сантиметров. Ну это может заказать им, в Мамонтово делают. И ты что, во что обойдется заказ этот? Ну я не знаю. Ну так ты узнай. Ну 23 сантиметра сделай. Вот скажи, толщина должна быть 23 сантиметра. Пиши. Толщина 23 сантиметра, диаметр внутри полтора метра. Внутри, внутри, внутри кольца, не по наружу. Полтора метра. Нужно два кольца. Метровые, шириной метра, да? Метровые. Высота его 2 метра. Ширина. Да, ширина. Высота. Сколько будет весить, сколько весить и сколько стоить. Толщина стенки 22 сантиметра. И сколько доставка у них там. Вот это нужно узнать. Совет его надо в дело сейчас притворить. Сколько это будет привезти и установить. Сколько времени пока изготовят. Потому что у нас-то техника будет работать, мы ждать-то не будем. Может быть сейчас позвонить? Звони. Сейчас вот в воскресенье. Понимаешь, мы тебе не помешаем разговору. Просто предложениями, бумажками забивать голову. Мне вот предложение давай, в этом мы попробуем сделать. Это только для того, чтобы проще были не борта, а именно это. Но борта все равно надо будет поставить. Потому что она не будет тогда выдавливать только. А борта все равно нужны. А раз ничего нет, мы работаем над бортами, их закапываем. А укрепить, как укрепить, чтобы они стояли на месте. Не свалило. Во что упереть? Там есть, говорят, угольники где-то. Какие-то трубы надо. Не знаю. Алло, здравствуйте. Это у нас по теряевке звонят. Скажите, пожалуйста, у нас такой вопрос поднялся. Нам нужно кольцо. Вы по заказу можете изготовить кольца бетонные? А, только Барнаулли вы сами берете. Понял, ладно, хорошо, благодарю, до свидания. Это только на ЖБИ надо заказывать. Они сами привозят оттуда. Видишь, как быстро? Быстро управляется. ЖБИ это значит Барнаул. Да. Созванився с Барнаулом. Сегодня они не работают. Но это главное... Когда они работают? С понедельника. Ну, понедельник узнай. Ладно, хорошо. Данные у тебя есть. Ладно. Сколько это будет стоить привезти сюда, разгрузить и поставить на место. Их техника. Мы этого не можем сделать. А может быть специальные кольца там они делают? Ну, это дорога будет. Там вообще специальные есть такие кольца. Специальные они дорожные укладывают. Там уже квадрат такой, бетонный. И полукольцо ложится с буртиками. Специально на проколы дорог делятся. Ну, мне не надо. Нам просто кольца. Я знаю где. Заказать Павлу нашему. Вот Павлу заказать, может он сделает. Он рядом здесь. А тогда нанять краны. Но кран-то как перевезет на чем-то? Ну, кран вот такую машину нанять ее с Барнаула даже. Может быть, что братья будут везти там? Да нет. Это уже сверх всякого. Это не реально. Или в Ребрихе. В Ребрихе. Проще тогда Павел сделает. Так, вопрос считаю. Не прояснился до конца. Но, по крайней мере, дрыгаемся, как лягушка в кримке с молоком. Вот если Павлу заказать, он может, но возьмется он не там. Бетономешалка, у него же нету бетономешалки. Он уснул пьяный, бетономешалки оставил. И все застыло, и бетономешалка вышла из строя. Вот это удлинение вот этой трубы, она для чего делается? Чтобы края не осыпались. Дороги. Чтобы не засыпало. То есть, твой прокол, да. Края не засыпало, да. Потому что она трамбует. Поднимать, когда будет землю, это поднимать все будет. И, конечно, на трассе, над трубами тоже поднимать надо. А куда она земля-то пойдет? Ее надо держать в стенки. Иначе она засыпет и все. Трубу засыпает. Там самое низкое место будет. Тогда она шире будет, тогда она земля будет. Она, да, борта спокойные там получаются. Мы же не будем тянуть куда. Покажем сколько. Эти, которые кольца, где вода-то идет весной, маленько сдвинемся сюда и их закопаем наполовину. А как вот, допустим, вот она дорога идет. Вот так вот, да? Да. И как вот просчитать вот это вот, насколько поднимать-то вот это вот? Ну, никак, приблизительно. Она так ровно-то не будет. Она будет скатан отсюда с нуля и здесь с нуля. Самая низинка будет там, где находится тоннель этот. Вот у нас, допустим, вот она вот эта вот дорога, да? Вот Игоря дом здесь. Вот от Игоря, вот здесь дом нарисуй. Ну, наверху нарисуй домик-то, что ты не можешь нарисовать домик. Вот Игоря в дом. Вот здесь отсюда начинаем мы его присыпать. Там уже идет где-то. Вот здесь у нас своя труба, которая внизу. Здесь тоже лужи стоят. И вот здесь вот у нас будет вот эта труба, где к трубе, вот здесь над трубой, вот так вот пойдет. Вот так вот. И от трубы, и вот так вот пойдет к Игорю. Вот так он будет. Поднимем. Он не будет так, что вот так вот ровно. Это значит, тут 2 метра надо сыпать. То есть вот так вот у нас не получится, как вы хотели. Горбом дорога была. Нет, там будет объем. Абсолютно никак. Вот сама по себе дорога, вот если в разрезе взять ее, она будет вот так, как бы, вот так немножко. Вот это, ну я образно говорю. А, понятно. Туда идет, туда. Дальше идет. Да. Она должна быть. А, ну а так она все равно будет. А, обязательно. А, ну а как? Это лог. Но только тут-то мы поднимем. Теперь сама дорога везде, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Она будет выше. Не в низинке. И вода, которая, она просто в ванной все будет. Это в кювет, через трубу. Ничего не делать, ничего не надо. Это понятно, кому не надо. Кто не думает жить, тому не надо. Ничего. Мне-то вообще ничего не надо. Я свое, говорится, сделал. Но мы делаем. И делаем, будем делать. Дело покажет. Все. Это только тебе надо кольца заказать, возить и складывать по краям, чтобы дорога не осыпалась. Все понятно. Повтор пошел. Господи, слава тебе. Мы просим Твоей милости, вразуми нас и пошли необходимое. Как это сделать? Для нашей пользы. Помоги, Владыка. Пособи нам вовремя. Тебе, Боже, слава, хвала, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. И даруй нам добрых советников. Аллилуйя. Брат, благодарим. Слава Христу. То, что говорил, теперь с Барнаулом созванивайся. Все данные у тебя. Хорошо. Нам больше ничего не надо. Вот так. С Палом-то не созвонишься. Он глухой, да? Да он приедет опять. Ну, главное, что перекупили. Это у него польза-то хорошая. Хорошая польза. Да. С Богом. С Богом. Благодарю. Все, Игорь, пошел. Молодец. Глава беспокоится. А посадка-то до стул. Все, садись. Давай мне это. Давай мне это. Спасибо. Спасибо.